Движение по ласту через реку Кама объявляется открытым! Еще 15 лет назад, чтобы добраться с одного берега Кама до другого, в этих местах нужно было садиться на паром. Переправа проходилось долго ждать, иногда по несколько часов, да и сам транспорт был не столь быстро, как современные автомобили. Первую очередь мостового перехода начали строить еще в прошлом столетии. На пороге нового тысячелетия сооружение открыли. Оно было небольшим, всего две полосы движения. Тогда настала очередь второго комплекса. Строительство мостового перехода началось в 2003 году. Его стоимость составила более 4,5 миллиардов рублей, а протяженность мостового перехода 14 километров. Преувеличить значимость этого сооружения для республики и России в целом невозможно, отмечает президент республики Рустам Миниханов. Очень серьезная программа трассы Европа-Китай. И самый короткий путь – теремичка М5-М7. Поэтому она не только для Татарстана, в целом для нашей страны, Российской Федерации. Это очень стратегический объект, он нужный. И мы очень рады, что мы его построили, достроили. И благодарим руководство нашей страны, правительство Российской Федерации. Пока мостовой переход через Каму находится в республиканской собственности, но в будущем он может перейти под опеку федеральную, заявил министр транспорта страны. Руководитель ведомства также поделился своим мнением о качестве дорог в Татарстане. Качество дорог в Татарстане, и, наверное, вы знаете, это не хуже меня, действительно очень высокое. Нельзя, конечно, сказать, что сделано все. Но это как раз говорит о необходимости консолидировать общие усилия для того, чтобы все дороги в республике привести в нормативное состояние. Это задача, конечно, не завтрашнего дня, но прогнозируемого периода. И вчера в республике было проведено совещание, где мы обсуждали параметры стратегического проекта, пилотного для республики Татарстан. Во время торжественного открытия моста президент республики и министр транспорта России также наградили почетными званиями, благодарственными письмами и грамотами всех тех, кто внес свой вклад в развитие транспортного сообщения Татарстана и России. Альмира Низамова, Рустем Зелилиев, Новости Татарстана. 25 лет в жизни города. В жизни каждого.